Игра до удаления и игра после удаления. Два разных отрезка. Подвел очень сильную команду Шумейко и понятно, что в десятером немножко сложнее было. Подустали к концу. Я считаю, что его удаление сыграло решающего в этой ситуации. Вести 1-0 у Олимпийца полмомента не было до этого. Полмомента. В первом тайме ни одного маломальской, даже близко ничего не было. Все читаемо, все предсказуемо, все перекрывалось, повели 1-0. Такие ляпы давать нет. Это отсутствие, полностью отсутствие опыта и игровой хитрости. Пожалуйста, вопросы коллеги задавайте. Какой футбол вы планируете играть во втором тайме? Потому что на удалении очень быстро. Футбол, который нам выгоден был. Вы понимали, я в перерыве сказал, у нас на карточке сидел Шумейко и Мустафин. Играть очень аккуратно. Очень аккуратно. И футбол такой, что так же продолжать в том же ключе, перекрыв все зоны. Простая игра, предсказуемо, читаемо. Передача у Олимпийца. Передача во фланг, навесная передача в штрафную. Все, мы всю верховую борьбу. И перекрывали фланги в первом тайме, и верховую борьбу все выиграли. И быстрые атаки все. И не будь этого удаления, я уверен, что игра вышла. И моменты были у нас, возможности были. Потому что команде Олимпийцу нужно было отыгрываться, идти вперед большими силами. И учитывая, что образуются зоны, все. И вот здесь быстрый переход. И такой план был на второй тайме. Ну, он сломался сразу, сразу на третьей минуте после удаления. Лишний игрок. Мы вынуждены Мичуренко сюда пускать левого полузащитника играть. Лишний игрок. Понятно, что нагрузка уже только ложилась на линию обороны. И плюс ко всему еще начали играть в отбойную игру, в которой не надо было играть. Нужно было продолжать. Это же не хоккей, но лишний игрок. Строго в обороне все. И контроля мяча, у нас контроля мяча вообще не было. Потому что стали выбивать, а там наполняемости нет. Один форвард всего. И мяч практически. Так уже в конце. В Абанк пошли уже. Роли не играло. С каким счетом там. И в конце. Был там момент, два момента. Даже Мануковский на линии штрафной мяч принимает. Мяч под ногой бей. Ну, это такие все. Если бы, так и бы все. Решающий момент это удаление шмейка. Упределяющий момент. Почему сразу мячу рюк не заменили? В смысле? Ну, сразу после удаления он играл на фланге. Почему сразу не вымешали? Ну, потому что игроку нужно было подготовиться. Холодная погода. Они сидят, размяться нужно. Нужно все. Тем более, Шарифе жаловался на то, что у него немножко потягивает задняя поверхность. Поэтому нужно было время, чтобы он размялся и вошел. По такой погоде тяжело сразу со скамейки выходить. Вы сначала переоделся, а потом снова пошел? Ну, потому что тут два нюанса. Вышел Беляев, высокорослые. Так линия обороны, они просто туда в штрафную грузили. И борьба. И мы, чтобы воздух не проиграть, было задание у Мичуренкова, у Сердюка с высокорослыми защитниками работать при стандартных положениях у наших народов. Стало ли для вас неожиданностью игра олимпийцев в три центральных защитника в первом тайме? Потому что моментов было мало у обеих команд. Нет, у меня не стало неожиданностью. По разминке я уже сразу понял, что они будут играть в три центральных, и Горбунов, и Малеров высоко будут подниматься. И я сказал ребятам, как нужно действовать. И учитывая эту ситуацию, мы в первом тайме должны были еще, ну так скажем, реальный момент у нас был у Сердюка, да? Когда он, они высоко поднялись, и мы доставили мяч в эту зону, что и было сказано, что доставлять центрально, они не будут успевать, ни крайние защитники, ни бровочники, скажем так, да? И будут успевать возвращаться, использовать эти зоны. И был великолепный момент у него. Вылили его практически там, ну не один на один, но это реальная угроза воротом, когда нужно было там просто исполнять. В дальний угол, все. Момент хороший был. Все было понятно, все. И я сказал, что они будут играть в три центральных защитника. Как вы оцениваете шансы своей команды выправить положение в турнирной таблице? И за счет чего это реально сделано? Что мы выправим положение, у меня нет никаких сомнений. А за счет чего? Только до зимней паузы. Только за счет внутренних резервов, ротации состава, запредельной ответственности, отдачи, все. Потому что у нас трансферное окно. Ну, оно вообще у всех сейчас закрыто. А у нас оно закрыто было в миссезонье, когда мы не смогли взять тех игроков, которых можно было взять. И это было явное усиление. И то, что мы исправим ситуацию, у меня нет ни одной секунды сомнений. Благожданная победа в чемпионате. Поэтому мы, конечно, довольны. Опять непросто она нам далась. И наши проблемы. Соперник имеет один момент и забивает. Нам, чтобы забить, требуется гораздо больше. Вот это, наверное, и в сегодняшней игре подтвердилось. Ну, три очка очень важны, когда ты находишься на последней строчке. Это немножко давит. И очень важно ребятам это было для поднятия боевого духа. Ну, во-первых, Мороз у нас пропустил очень много. И поэтому решили сыграть в три центральных. И не были уверены, что он сможет 90 минут. А знаете, что у нас много травмированных. Хайрулов, Филин, много защитников. То есть фактор соперника выбора сделанных? Нет, нет, нет. Не связано с нашими, которые мы делали. А выбор вратаря на матч? Вратаря на матч мы советуемся с Гутеевым. Как вы считаете, в пропущенном голе, если вина, а не сего? Не думаю. Там очень хорошая подача была. И она была такая. На выходе тяжело было сегорать. Ну, надо посмотреть повтор. Но я не думаю, что они с ним виноваты. Коллега отметил, что для его команды получились два совершенно разных отрезка, которые разделяются удалением игрока. Для Олимпийца это также можно поделить матч на два отрезка? Ну, мы первым таймом неплохо играли, создавали моменты. Но мы уже испытали на себе дважды, что такое играть в меньшинстве в этой лиге. Один раз в Болгарии, второй раз в Балтике. На выезде, конечно, в меньшинстве играть очень сложно. И, конечно, нашему сопернику пришлось нелегко. И, конечно, игра поменялась. А как вы думаете, больше на игру сказались изменения в составе Олимпийца в связи с заменами? Или то, что команда играла в большинстве? И то, и это, естественно. И замена усилия, и замены произошли именно в тот момент, когда мы уже получили численное превосходство. Два фактора повлияли. Насколько на игроков Олимпийца, может быть, оказывало дополнительное психологическое давление то, что играете с соседом по турнирной полиции? Ну, игра за 6 очков. Мы это знали, понимали, что это наш прямой конкурент и на своем поле. Повторюсь, что мы давно не побеждали. И вот эта череда неудач именно в Дзержинске, хотя вот была кубковая победа. И, ребята, скорее всего, вот эта кубковая победа, она нам много уверенности придала. Несмотря на поражение в Петербурге «Зениту-2», я проанализировал игру с «Зенитом-2». Мы опять превзошли по всем показателям, статистическим, по ударам, по сейвам вратарским, по владению. По всем компонентам мы на чужом поле превзошли соперника и выступили 1-2. И вот это отсутствие результата нас разочаровывало, хотя по игре мы были в Питере хороши. В предыдущих матчах чемпионата, когда у олимпийцев было много угловых, после них часто возникали опасные моменты у ворот соперника с участием защитников высокоросных, защитников олимпийца. В этом матче угловых тоже было предостаточно, но по большому счету трудно какие-то моменты вспомнить. Наша проблема – подача. Наша проблема – это подача со стандарта. Можно объяснить каждому игроку, высокорослому или нет, как блокировать, куда кому прибегать. Но если подача не качественная, не по силе, не по точности, то, соответственно, опасности никакой нет. Это наша проблема – подача со стандарта. Но мы над этим работаем. Почему тогда Фомин постоянно вспомнил в первом тайме? Ну, потому что мы до этого пробовали Горбунов, Ломбарский, и они не чувствуют уверенности, и поэтому Фомин. Хотя тоже есть вопросы. Но с выходом, нежели все-таки, с подачей стало получше сегодня. Да, качество подач улучшилось с выходом, нежели он может и в дальнейшем исполнять то же самое со стандартом. Сегодня два гола забили нападающие. Ну, мы про Горбунова тоже, памятные в прошлый сезон говорим, как о нападающем. Можно ли говорить о том, что переломлено не только какая-то такая черта неудач, но и что нападающие-то почувствовали… Ну, да, и Сорочкин забив в Питере, видно, что он обрел уверенность, и сегодня у него опять были моменты. И важно, что Беляков забил, все-таки ему пора было. Я уверен, что это придаст ему силу сегодняшний гол и уверенности. И, конечно, нападающие должны забивать не по одному уже, за треть чемпионата. Все равно вопросы есть к нападающим. Мы слишком мало используем моментов. Прежде всего, вспомнить даже опять момент Белякова с трех метров выше ворот. Но это вопрос координации. Вопрос координации, о чем мы говорим и работаем на тренировках над этим. Это действительно не только проблема «Най», это проблема вообще российского футбола. Очень мало координированных футболистов. Проблема. Но вы реально на тренировках стали больше именно над этим работой? Над завершением атаки, да. Фланги, удары поворотом. И прежде всего, это нас сейчас интересует, потому что катастрофическая реализация. Я говорю, я статистику... Статистику трудно обмануть, она есть везде. Можно инстат открыть, можно открыть любое приложение в интернете. И посчитаете, что он по ударам, по воротам, наверное, в лидерах был. Но... Собо всем остальном, к сожалению, нет. Гребунов сможет Волгограде собрать? Надеюсь, да. Пока я не знаю, но там, мне кажется, ничего серьезного. Не заднюю поверхность? Ну, по-моему, был просто спазм. Но я могу выяснить, что завтра, наверное, на обследовании. А у Хайрува? У Хайрува бедро. Бедро и, наверное, еще какое-то время мы будем без него. Субтитры создавал DimaTorzok